В одном из интервью вы говорили о том, что необходимо бы летные часы увеличить, чтобы суда, взятые в лизинг, не простаивали без дела. Что этому мешает? Спасибо за вопрос. Действительно, что этому мешает? Этому мешает очень многое. Я даже поднимала этот вопрос, в том числе перед руководителем Росавиации, имея в виду следующее. Конечно, у нас республика необыкновенная. Такой территории нет ни в одном другом регионе. И региональная авиация, которая у нас существует, требует, на мой взгляд, особого внимания. Что у нас происходит? У нас есть на территории республики ФКП аэропорты Севера и аэропорты Якутск. Это два разных юридических лица. Одно подчиняется федералам Росавиации, другое подчиняется нашему правительству республики Саха-Якутия, департаменту воздушного транспорта. У каждого свой взгляд на регламент деятельности. Он объективный, конечно. Субъективно-объективный. Все равно работают люди, но есть традиционные или исторически сложившиеся расписания воздушных судов, возможности того или иного аэропорта. Если говорить о ФКП аэропорты Севера, то, конечно, вопросы кадровые, наверное, то есть квалификации тех специалистов, которые работают там. Но вот у нас возникает очень интересная вещь. Особенно это возникает, когда у нас есть задержки по метео или особенно в зимний период. Что такое аэропорт ФКП аэропорты Севера? Мы знаем, что это грунтовая полоса, которая требует укатки, требует очистки от снега. И это небольшие коллективы. Один или два тракториста. Может быть, четыре. Не знаю. Девять утра, регламент работы аэропорта. Аэропорт просыпается, выходит на работу. И с этого момента он начинает чистить полосу. Хотя, в принципе, на наш взгляд, в это время уже полоса должна быть готова для приема самолетов. Но мы тоже понимаем, что этот коллектив, они же, ну как сказать, тогда должен работать был ночь для того, чтобы очистить эту полосу от снега? Или как? Значит, этот вопрос нами постоянно задается, ну и ставится перед руководством ФКП аэропорта Севера. Надо, чтобы регламент работы аэропортов всегда совпадал с возможностью приема самолетов. Ну вот еще раз. Значит, в девять утра тракторист вышел на полосу, начал чистить. Ну, слава богу, допустим, снега не так много. В одиннадцать полоса готовы. Идет РД о готовности аэропорта принять самолет. Мы вылетаем отсюда. Мы вылетели, прилетели туда, значит, вылетели обратно. Все, день закончился. Это один рейс, один самолет делает в день. Получается, один рейс, один самолет. И нас это однозначно не устраивает. Потому что мы считаем, что любой самолет, он должен летать, ну, среднеотраслевые показатели такие по самолетам, которые находятся в лизинге, это 10 часов налета в день, в сутки. То есть это 300 часов в месяц самолет должен находиться в небе. У нас же, к сожалению, за счет того, что вот возникают такие проблемы, у нас, мы не догоняем до этой цифры. И за счет вот региональной авиации, внутри региональной авиации, у нас идет снижение этого налета. И это задача номер один. Каким образом и как, и что нужно сделать для того, чтобы самолеты больше находились в небе. Тогда они становятся, естественно, условно, постоянные затраты становятся меньше на один час налета. И тогда, получается, ну, можно будет уже говорить вот как раз о том, что тарифы могут быть ниже. Ну, вполне возможно. Ну, мы этот вопрос постоянно поднимаем перед ВКП аэропорта Севера. Еще раз просто хочу сказать, что буквально провели совещание с новым руководителем, Вадимом Валерьевичем Волковым, ВКП аэропорта и аэропорта Севера. И очень, как бы, рады тому, что мы нашли понимание в этом отношении. И надеемся, что, как бы, сдвинется этот вопрос с мертвой точки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА